Доклад называется «Типичные свойства перемешивающих потоков». Докладчиком вводит Рычиков, Маленький Валентинович. Можно сказать, что эта тематика относится к так называемой метрической теории динамических систем, где слово «метрический» не от слова «метрих», а от слова «мер». То есть речь идет об изучении, так сказать, органических систем, динамических систем с инвариантной мерой, и никакой дополнительной структуры от них не предполагается. То есть мы как бы в рамках общей органической теории. И вот теперь типичные свойства. Типичные, да, можно это? Да, ну все мы знаем, вот даже, скажем, в курсе функционального анализа изучаются очень простые, но чрезвычайно полезные теоремы Бера, вот, и теоремы банных Штейнгауза, банных оборотных операторов, догадаться с их использованием. Но оказывается, что вот эту вот теорию Бера, ее можно успешно применять для динамических систем. Вот, ну, например, если мы возьмем группу всех сохраняющих меру преобразований, ну, стандартного пространства Лебега, то она оснащается метрикой, вот, и причем мы получаем, что группа эта является полным метрическим пространством. А стало быть, возникает возможность говорить о так называемых типичных свойствах. Вот, скажем, преобразование обладает каким-нибудь свойством. Ну, такое, чтобы простое свойство алгебраически возьмем, например, коммутирует с периодическим преобразованием, ну, не тождественным, конечно. Вот, ну, вот такой вот, то есть, тогда в этой группе возникает множество всех преобразований, которые вот коммутируют с инволюцией. И вот, дальше можно задавать вопрос, а вот это множество, какое оно имеет категорию? Первую категорию, вот, или оно типично, то есть содержит там всюду плотное же дельта множество. Вот. Ну, раз уж я этот вопрос задал, задают, и отвечу, что, ну, вот, на самом деле, множество это типично оказывается. Ну, давайте посмотрим. Значит, давайте мы привели пример определения, значит, то есть мы некоторые, то есть это данное определение, и вот примеры, пример Пуанкаре, и вот один из первых результатов, когда построение некоторого, ну, в данном случае здесь идет речь о гомеоморфизме, сохраняющем меру, гомеоморфизме квадрата. Вот существует ли такой гомеоморфизм, который является минимальным, то есть у него есть вот всюду плотная орбита. Вот. И вот это, вот, он себе привел доказательства, вот, где вот конкретно он не строится, но можно использовать метод категории. Дело в том, что в ходе доказательства, скажем, вы получаете счетный набор, так сказать, типичных свойств, вот, то есть или типичных множеств, вот, то есть это множество гомеоморфизма, удовлетворяющих определенным условиям. Но поскольку каждый из них, ну, содержит всюду плотную, вот, джедель, то их пересечения не пустые, вот. А когда вы всех пересекаете, получаете то, что надо. Вот. И, ну, возникает вопрос, значит, ну, во-первых, значит, изучение, можно дальше, пожалуйста, следующее. Возникает вопрос такой, ну, во-первых, интересно специалистам просто изучать, какие преобразования являются типичными, то есть множество превзаний удовлетворяющих определенным свойствам, вот, содержит всюду плотную джедельта, а, и, вот, но еще более интересно, когда результаты атипичности помогают получению новых результатов. И вот здесь как раз приведены примеры, когда, вот, категорный метод, то есть метод-категория первая, вторая категория, вот, отсюда технология пошла, вот, когда они помогают решению, решению некоторых проблем. Сейчас известна была в эргонической теории проблема об однородном спектре эргонической динамической системы, вот, она получила название проблемы Роклина, вот, и, спирана была решена для Агеевым и Рыжиковым для N равного звуну, вот, но для, уже начиная с N равного 3, вот этот метод, который они использовали, он был непригоден, вот, и поэтому была нужна новая идея, и вот именно Агеев, там Рыжиков ни при чем, да, именно Агеев воспользовался, он рассмотрел пространство, пространство действий некоторой группы на пространстве Лебега, вот, и доказал, что для типичного действия, что типичный действий, содержит некоторый элемент, вот, с однородным спектром в заданной кратности, и тем самым, эта проблема для всех N была решена, вот, и причем, никакого эффективного примера, вот, до этого, ну, не существовало, и поэтому здесь вот метод категории оказался чрезвычайно полезным, эффективным, вот, в дальнейшем, математик Даниленко сделал конструктивные примеры, но они, я бы так сказал, что они все-таки весьма и весьма, ну, сложные эти примеры, вот, а с помощью категорного метода задача решается очень изящно, быстро, вот, вот, ну, второй пример, второй пример, значит, касается тоже проблемы ровно, окровно-перемешки, но уже ограничен окласс перемешивающих динамических систем. Дело в том, что, когда решалась задача для, ну, вот, в первом случае, который рассматривал АГИ, там системы были не перемешивающие, и важную роль для них играло, играло такое свойство, как, ну, наличие разных слабых, нетривиальных операторов в слабом замыкании этой системы, вот, ну, и вообще там свойство жесткости присутствовало, и поэтому, вот, и все, все, все эти хорошие свойства, которые помогали, доказательства, они переставали работать в случае перемешивающих систем, потому что у перемешивающей системы можно дальше, еще, давайте здесь, так, еще, еще, пожалуйста, еще, еще ниже, тогда вот у нас вверху, да, свойства перемешивания, определения перемешивания, да, у этих систем, если их слабое замыкание, этих систем, оно, собственно говоря, ничего нового не дает, никаких новых операторов, ну, кроме операторов проекции на пространство констант, там не возникает, и поэтому в результате нужен был какой-то новый метод, можно подняться еще, еще выше, да, так, и теперь, теперь, вот, и, да, и поэтому, вот, Сергей Тихонов вел метрику на пространство перемешивания, правда, оказалось, что он эту метрику переоткрыл, вот, потому что она уже появилась в работе, в работе Альперна, и, вот, в результате на пространстве перемешивания динамических систем тоже можно применять, то есть, изучая эти системы, можно применять категорный метод, и вот, с помощью, с помощью, с помощью метрики на пространстве перемешиваний, и, используя модификации конструкция Агеева, вот, удалось решить эту задачу для, в классе, решить проблему Рокуна в классе перемешивающих преобразований, вот, надо сказать, что конструктивных примеров для случаев перемешиваний преобразований, вот, их до сих пор, эти примеры неизвестны, ну, кроме случаев, когда n равного 2, вот, как раз, Рыжиков это сделал для случая равного 2, вот, там пример, ну, там просто описывается класс конструктивных примеров, вот, ну, правда, какой, но нет конструктивного выбора из этого, из этого класса конструктивных примеров, то есть, так, там, некоторая конструктивность тоже присутствует, так, ну, а для потоков, для потоков, эта проблема не решена до сих пор, 3 n равно 3, вот, ну, и поэтому возникает вопрос о том, чтобы рассмотреть вообще пространство перемешивающих потоков, оснащенное метрикой, ну, аналогичной метрике альберных датчиков. Так, ну, вот, теперь, значит, как вообще на, я сказал, что группа всех преобразований оснащается метрикой, ну, вот, она выглядит следующим образом, ну, смысл такой, что, если два преобразования близки, если они, вот, множество переводят в близкие множества, ну, вот, это, собственно, записано. Вот, теперь, да, теперь, примеры типичных свойств. Теперь, слабые перемешивания. Слабые перемешивания означает, что, у нас было определение перемешивания, что есть перемешивание по некоторой подпоследовательности, можно так сказать. Вот, да, Халмош и Роклин в свое время опубликовали две статьи, просто это такое, вот, Халмош публикует статью с таким названием, что типичное преобразование есть перемешивание, и Роклин вот, почти тут же, да, публикует статью типичное преобразование не есть перемешивание. То есть две статьи, они, так сказать, противоречат названию друг к другу, но как бы вступает в противоречие. Но Бросхолмоши под перемешиванием имел в виду слабое перемешивание. Поэтому никакого противоречия на самом деле нет. Значит, ну вот здесь оказывается на эти пищевые системы свертки спектра, они все взаимно сингулярны. Это результат Степина. Наличие, да, потом новая эра в теории типичности настала после статьи Джонатана Кинга. Он доказал, в общем, была даже в книжке Холмоша лекция про эргонической теории, там были разные вопросы, и в частности ставил вопрос о включении автоморфизма в поток. Ну и вот она для этой задачи так как-то трансформировалась в такую, что типичный автоморфизм включается ли в поток, или свойство включения в поток является ли типичным. Да, и вот, значит, Кинг доказал, что это так, и после последовала целая серия работ, не все упомянули, но вот в частности включение в поток было типично, было доказано Лазаро-Дарю, также Альеевым было доказано наличие фактора. Фактором называется ограничение преобразования на инвариантную сигма-алгебру, то есть вот, или оно там потеряно-рог, и мы являемся, значит, косым произведением над этим фактором. Вот, вся наша сила. Значит, Альеев доказал, что корней на самом деле много, целые, кондинум, вот, а Еременко и Степин установили, в частности, то, что типичный автоморфизм, он не только включается в поток, но еще и коммутирует с гигантской группой, ну, по существу, это как торжественное преобразование, умноженное на обмотку бесконечно, ну, или на целую группу вращений бесконечно мерного тора. Вообще, конечно, таких вот фокусов от типичных преобразований никто не ожидал. Вот, ну, еще, значит, здесь есть, мы включили типичность понятия ранга 1, ну, давайте тогда перейдем ниже, да, который нам... Значит, да, теперь... Да, теперь, да, вот, собственно, как... Как, теперь мы переходим к рассмотрению метрики на пространстве перемешивания преобразования. Значит, вот, собственно говоря, выглядит метрика. Ну, смысл такой, этой метрики. Два преобразования близки, если они близки, вот, в смысле, который был раньше, как говорят, там, слабой топологии. Вот, а дальше, а для больших значений времени, да, вот, здесь, вот, мы видим, вот, ряд составилов, и вот член ряда показывает, что, соответственно, пересечения у степеней преобразования S и у степеней преобразования T, они, так сказать, по значению отличаются мало. Но если они перемешивающие, если эти преобразования, то они, ну, начиная с того времени, вот эти вот произведения, то есть эти меры пересечения, они близки к произведению меры, поэтому, как бы, там на бесконечности все будет хорошо. Ну, вот, если вот с этой вот метрикой оказывается, что это пространство является полным сепарабельным пространством, вот, и поэтому, вот, опять же, возникает вопрос, какие же свойства являются типичными. Вот, ну, вот, среди них типичные свойства – это кратное перемешивание. В той же книжке Халмыша есть проблема о том, является перемешивающая система, да, является, ну, обладать ли она перемешиванием любой кратности. Вот, ответа до сих пор нет, хотя эта проблема фактически возникла с работы Рокина с 49-го года. И, вот, ну, вот, но, тем не менее, можно доказывать, ну, вот, результат, что так, кратное перемешивание является типичным. Вот, значит, символярность спектра, вот, и, значит, свойства, которые, определение, мы скажем, приходят, значит, ранга 1. Да, вот, то, что типичное свойство обладает рамгом, то есть, то, что рамка не имеет типичным свойствам, было доказано Баштановым, вот, и из этого, можно ниже, да, из этого свойства вытекает то, что, так называемые свойства минимальных самоприсоединений, ну, а его же следствием является то, что централизатор тривиальный и тривиальная структура факторов. А, значит, ну, при доказательстве тех, ну, типичности перемешивающих, свойств перемешивающих систем, да, используется целый ряд известных факторов в органической теории, поэтому, вот, здесь комбинация, так сказать, новых наблюдений и использование уже полученных факторов. Ну, например, вот, для перевозования ранга 1 кратное перемешивание было доказано кальку, на свойства минимальных самоприсоединений было доказано кальку. Вот, ну, теперь, да, здесь, значит, вы увидите определение перемешивания кратности 2, вот, ну, и по аналогии перемешивания любой кратности просто количество членов добавляется. Вот, теперь определение, что такое преодолевание имеет ранга 1. Ну, если очень кратко, и кто знаком, с теорией аппроксимации преобразования периодическими системами, ну, там, в 1967 году в «Успехах» был написан обзор Катка и Стёпина, вот, классическая работа, ну, то вот, если не вдаваться в такие, вот, тонкости, то что такое ранголин? Это циклическая аппроксимация без скорости аппроксимации. Ну, на самом деле, немножко дискуссионный вопрос, ну, вот так вот. То есть, вот, смотрите, у нас мы видим, что, пусть, вот, последовательность разбиения, эти множества ежит, это какие-то элементы разбиения, потом, вот, значит, Т ежит, это, значит, такая башня рохлина-халмаша, когда, вот, непересекающие множество, вот, с волной ежита, это остаточек, который остаётся, так сказать, крыша над башней, вот, и, вот, и там такая загадочная надпись, что ежит стремится к эпсилу, он называется, стремится к разбиению на точки, или это означает, что любое измеримое множество может, как угодно точно, аппроксимироваться к сежеизмеримыми множествами, то есть, состоящими из вот этих вот атомов этого разбиения. Вот, если преобразование обладает этим свойством, то он обладает, вот, можно сказать, циклической аппроксимацией, и, вот, имеет ранг 1. Вот, да, пример, да, пример, вот эта теорема, она требует доказательства, и, значит, что любой эргонический извиг на то, или, на самом деле, имеет ранг 1. Вот, если, например, вращение кружески, если иррациональное число очень хорошо аппроксимируется рациональными, вот, то это просто лёгкое упражнение, а в общем случае, если плохо, это некоторая работа, то есть, вот, ну, анатолия, и то, и все. Солен. А сколько не осталось? Да, смотри. Сюда, пожалуйста. Так. Теперь. Да, теперь, значит, метрика на пространстве потока. Ну, аналогично вводится, берём метрику. А, нет, здесь ещё пока речь идёт не о не перемешивании. И вот наша, значит, задача, наш результат, то есть, да, наш результат связан с изучением метрики на пространстве перемешивания потока, ну, предварительно, вот скажем, что же бывает, ну, в общем случае, когда мы на пространстве всех потоков рассматриваем, да, ну, вот, следующим образом вводится метрика, ну, вот, у нас, значит, просто мы берём, рассматриваем поток, вот, а дальше мы берём супремум по метрикам, по всем автоморфизмам, ну, от времени от нуля до единицы. Вот. Ну, и вот здесь переносятся многие результаты, не переносятся, результаты про автоморфизмы переносятся на поток. Ну, там, по упражнению, что слабое перебешивание является типичным. Вот, вот слово «жёсткость» я его раньше произнёс, не поясняя, что такое, это когда пони, когда у вас Т и Т стремятся к бесконечности, а, так сказать, элементы потока стремятся к тождественному оператору. То есть такое, ну, асимптотические полное возвращение, когда у вас множество, ну, там где-то блуждает, перемешивается, но потом собирается и возвращается практически целиком в себя. Ну, то есть это вот, собственно, и есть свойство. Вот. Значит, да, ранг один тоже будет типичным свойством, наличие факторов тоже переносится, результат идеи его можно перенести на потоки. Да, и вот, ну, новый результат связан с неким, ну, вот, новый результат говорит о том, что, значит, тензорное произведение элементов потока, вот, ну, в таком общем случае, да, имеет всегда простой спектр. Вот. Еще, пожалуйста, дальше. Да, и вот теперь мы рассматриваем пространство перемешивающих потоков. Да, ну, вот аналогично, значит, работа МЗ, это у нас было справа в верхней формуле, это метрика Альберна-Иканова, и, ну, для потоков мы вот таким образом определяем метрику, оно очевидно, что если та метрика была полная, то и наши полные, вот, и вот теперь, значит, теорема говорит о том, что существует поток ранга один, да, класс сопрерывности, который уплотен пространство перемешивающих потоков. Да, дело в том, что вот многие свойства атипичности, они докажутся следующим образом, мы знаем, что в группе всех сохраняющих меру преобразований класс сопряженности апериодического элемента, он всюду уплотен, во всей группе, вот, то есть это и вот и Халмаш, и Рохлин, такие вещи доказывали, и вот, ну, и вот отсюда из этой всюду плотности класс сопряженности, вот, ну, извлекается типичности многих слоев, вот, ну, вот и поэтому возник вопрос, когда Тихонов стал развивать теорию типичности перемешивающих систем, ну, возник вопрос, что можно сказать про плотность классов сопряженности, и Тихонов доказал, давайте дальше еще, так, здесь, да, вот, например, Тихонов был доказан, Тихонов был доказан теорема, что если автомартизм изоморфен декартового произведения двух, автомартизм, то его класс сопряженности является декартовым произведением, ну, на самом деле, как бы, можно сказать, изоморфен декартового произведения, вот, то тогда его класс сопряженности плотен, вот, и, вот, и вот Башкаров получил следующую теорему, класс, то есть это аналог, фактически, вот, теоремы для всех, для всех опериодических систем, да, что в классе перемешивающих, классе перемешиваний, вот, класс сопряженности каждого автомартизма, вот, вот, он будет плотен, вот, и для этого он использовал две теоремы, одна теорема, это была его теорема, вот, которая сфакулирована у нас вверху, вот, она говорит о том, что для каждого перемешивающего преобразования, вот, можно найти такое множество А, что вот дальше, если мы расходим вот пересечения, вот, которые написаны, что они, ну, почти независимы, то есть, как бы, они от всего независимы, причем кратные пересечения, вот, первая работа была для n, для k равно 2, это было рыжиковым сделано, вот, ну, от обостановки результата потом обобщил, ну, вот, и таким образом, вот, теперь можно ниже, пожалуйста, да, да, вот, ну, вот, и мы, мы будем, мы докажем, значит, мы докажем, мы другим способом пойдем и докажем, что существует поток, существует перемешивший поток ранга 1 в классе сопряженности плотным, вот, во всем пространстве перемешивших поток, вот, ну, теперь определение, что такое поток ранга 1, значит, мы определение берем, похожее на определение ранга 1 для преобразования, ну, здесь вот, разница в том, что мы рассматриваем последовательность, когда мы рассматриваем башню Рокуина-Халмаша, то здесь вот эти вот время, вот, мы, Т-жидкое, оно здесь устремляется к нулю, да, то есть у нас поток обладает рангом 1, если вот мы можем представить себе, фиксировать это последовательство житое, стремляющееся к нулю, да, вот, как бы, вот, относительно этого времени, что это как преобразование ранга 1, ну, в общем, ну, теперь, давайте дальше, да, вот, теперь, вот, кроме определения, вот, мы специально использовали определение ранга 1 для потоков, но есть еще понятие конструкции, конструкция потоков ранга 1, она является, эти конструкции являются потоками ранга 1, вместо того определения, но они строятся, ну, для них есть просто способ, некий способ построения, и он, вот, фактически, фазовая пространство такого потока является объединением прямоугольников, поток течет вертикально вниз, вот, и можно так условно, давайте я здесь нарисую, это будет проще, вот, представим себе, что у нас есть прямоугольник, и рассматриваем такой поток, который течет вертикально, то есть у нас движется вертикально вверх со скоростью равной единице, вот, дальше, что мы делаем, мы достраиваем, мы разбиваем верхнюю часть на какое-то количество R, давайте, пускай будет, R1, отрезков одинаковые вины, и надстраиваем прямоугольники какой-то высоты, вот, так далее, ну, давайте я здесь не буду все рисовать, вот, и дальше делать следующий поток, когда мы достигаем вот этого рибратором, угольник лоныш продолжает двигаться сюда, а эта точка, да, а здесь нижнюю часть мы делим на точно такое же количество отрезков, вот, вот эта точка, она, вот, попадает, то есть как бы вот этот, мы так подклеиваем этот отрезок, вот к следующему со сдвигом, ну, и так далее, то есть, скажем, если у нас здесь вот третья, то здесь это точка, раз, два, три, четыре, да, вот она попадает сюда, и дальше опять он движется, движется, то есть, в результате, если мы, вот, эта конструкция называется cutting and staking, то есть, мы как бы разрезаем все на такие башенки, вот, то есть, мы так все разрезаем, а потом их, как бы, мысленно складываем, то есть, на самом деле, можно ничего не делать, но, вот, то есть, мы берем, вот, мы вот так вот эти башенки потом складываем, то есть, это я вот все вот сжал вот эту вот колонну, вот, вот такой, и потом, в результате, у нас как бы снова мысленно возникает прямоугольник, мы дальше опять разбиваем его на R2, вот, отрезка верхней части, нижнюю, вот, ну, и проделываем точно такую же процедуру, вот, ну, а как бы на реальной картинке, вот, наша реальная фазовая простанция, это у нас был первый шаг, потом я что-то добавляю вот сюда, потом я настраиваю сюда, сюда, и вот наше фазовое пространство, на нем течет поток, который сохраняет меру, вот, и он задается, такой поток, он задается параметрами, то есть, он вот этим последовательностью RG и последовательность SG, которая состоит, это такие кортеж, состоящий из высот вот этих вот надстроек, вот, вот, и вот эти вот параметры, они тудают класс потоков, фактически вот здесь, как бы, некий один из этапов, и здесь вот так нарисовано, внизу, то есть, вверху, это вот то, что мы надстраиваем, вот, ну, вот и, давайте дальше, да, и вот среди конструкций RG1, которые обладают перемешанью, вот одна из первых конструкций принадлежала Дональду Армстейну, вот, и она следующим образом выбирается, ажитая, ну, как бы мы выбираем случайные, случайным образом, вот, выбираем величины ажитые, вот, а высоты, вот эти вот, так называемые, ну, высоты эти вот, настройки, еще они называются спейсерами, да, вот, вот мы выбираем, тут используется как граница, видите, там разность, ажитые и это минус ажитые и плюс один, вот, ну, и там добавляется просто вот эта вот величина, которая добавляется, это для того, чтобы эти SG-ты были положительными, вот, ну, вот, и оказывается, что, когда мы используем, ну, такой способ настройки, что для почти всех, для почти всех реализаций, да, мы получаем перемешивающую динамическую систему, вот, ну, вот, в частности использовались и случайные настройки без кограницы, вот, просто в качестве SIT-ты, вот, сами эти, но тогда возникает задачи больших уклонений, вот, Александр Приходько этим активно занимался и, вот, вот, получил, то есть, тоже доказал, что там для почти всех, вот, первичный, но эти результаты гораздо, без доказательства гораздо более сложные, потому что, вот, наличие кограницы, оно сильно упрощает жизнь, вот, ну, теперь, да, давайте, ага, да, здесь, вот, и вот теперь, значит, собственно, в чем, так сказать, в чем идея нашего доказательства, а не того, что вот существует поток, да, вот, который, что его класс сопряженности будет плотен в пространстве всех перемешивших потоков, значит, как это доказывается, ну, то есть, в чем идея доказательства? Ну, вот, еще, пожалуйста, вот, для класса сопряженности. Класс сопряженности? Потока, да. Да, потока, да, мы просто, мы берем, то есть, у нас, да, вот, у нас есть поток, а класс сопряженности, это просто, вот, мы берем фи, сохраняющие меру преобразования, и вот такой вот поток, да, то есть, мы сопрягаем... А фи там нет? Фи сохраняет меру, просто, да, да, то есть, фи, просто сохраняющие меру. Фиксирован? Да. Нет, фи не фиксирован, мы фиксированы, мы фиксированы. Нет, нет, фи, фи, да, здесь, нет, да, он фиксирован, да. Вы что, при каждом тесте, что ли, у вас же поток? Нет, он действует на все, на, нет. Это же политическое реализование. Да. При каждом тесте вы можете вот это написать, туда-обратно, а, и это, да, и как бы при каждом тесте, вот, набор этих, да? Нет, да, да, для каждого тесте фи один и тот же, да, вот, как раз, вот, Илья спрашивает. Я уточни, да, 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 да. Все, все понятно. А фи, это, соответственно, дефиамортизм, что? Нет, фи, вот здесь, мы, мы просто, фи, это обратимое, сохраняющее меру преобразования, мы от него никакой гладкости ничего там не требуем. Даже не периодически. Даже не периодически, да, но это вот такая эргоническая теория у нас. Нет, конечно, можно реализовать все, как бы, это большая задача, вот, о гладкой реализации динамических систем. Но как раз вот эти вот преобразования, преобразования ранга-1, они как раз наиболее сложно реализуются гладко, хотя там определенные достижения имеются. Ну вот, и, да, так вот, на самом деле, доказать, что любой перемешивающий поток, что его класс сопряженности будет плотен, просто на всех потоках, ну, эта задача, как нам кажется, она достаточно сложная, вот. А с помощью, вот, а для того, чтобы доказать, что ранг-1 типич, нам не обязательно доказывать теорему а-ля Баштанов, вот, что, так сказать, для любого перемешивания его класса происходит. Достаточно хотя бы, хотя бы для одного, достаточно доказать хотя бы для одного, вот, потока ранга-1, вот, а значит все, типичность получится, вот. И отсюда разные полезные, так сказать, свойства будут вытекать из-за того, что ранг-1 типичен, вот. Ну вот, для этого, да, и поэтому возникла такая идея взять арстейновский поток, вот, с, вот, и, вот, и, оказывается, что, чтобы доказать то, что класс сопряженности его плотен, вот, здесь еще приходится, да, это, этот поток, то есть, вот, сопряжение, сопряжение, вот, оно тоже по-своему стахастическое, то есть, нужно рассматривать разные варианты сопряжения, и вот среди них есть те, которые приводят к всюду плотности, вот. Ну, то есть, вот, я просто могу пояснить на этом рисунке, как происходит. Вот, поток, значит, у нас СТ, это произвольные перемешивающие поток, да. Здесь нарисована такая вот башня, есть теорема Рудольфа о том, что любой, ну, хороший поток, вот, ну, когда орбита, там, не имеет положительную меру, вот, ну, как вот вращение окружится даже, он представляется вот в таком вот красивом виде, в виде так называемого специального потока, то есть, у нас вот все течет вертикально вверх, вот, башни имеют только две высоты, какие угодно, там, чтобы только несоизмеримые были высоты, вот, а, вот, а внизу, ну, внизу у нас так называемый производный автомаршизм, или вот отображение пон-каре, которое возникает, вот, еще, вот, и вот любой поток можно представить в таком виде. Вот мы взяли СТ и представили его в таком виде, вот. Вот, а Т преобразование, то есть, а наш, а вот наш данный, а Ростейнерский, который я взял, это вот Т, поток Т, вот, и дальше, вот, значит, мы вот взяли его, ой, это, на самом деле, очень высокая башня, это вот, то есть, мы тут вот нарисовали, она около метра, а вообще она вот, там, вот, до каких-то галактик и так далее, и она чрезвычайно тонкая, она на нити, это ерунда по сравнению с ней. Ну, вот, и, значит, и потом мы его начинаем наматывать, вот, на наш поток, ну, то есть, на башню, фазовое пространство потока СТ. И намат вот происходит, вот, как нарисовано на третьей картинке. Там, вот видите, вот этот прямоугольничек с номером 1, то есть, вот он вот так вот идет, почти до конца башни, а там, вот, до конца не доходит, там остается какой-то параметр, вот. Ну, и так далее. То есть, вот так вот наматывается, наматывается, и вот то, что там остается, вот эти вот зазоры вверху, они тоже случайны, как в конструкции Арнстейна, и тоже, вот, они, так сказать, имеют пограничную природу. Вот, и вот за счет, да, а кроме того, ну, и сам наш поток, вот видите, там вот вверху у него крыша, там тоже, так сказать, Арнстейновские надстрои. Вот, и вот в результате получается, да, когда именно, ну, есть уже, так, что благодаря вот такой вот Арнстейновской намотке и тому, что сам поток является Арнстейновским, вот, и у нас оказывается, что сопряженный поток, то есть вот, а намотка – это и есть сопряжение, это и есть сопряжение, то есть вот мы, когда мы наматываем, да, вот это, на самом деле это мы, мы вот таким образом сопряжение, то есть сопряжение, вот этот наш фи, он один слева переводит в прямоугольник один справа, то есть это вот, так сказать, намотать – это и есть сопряжение. Ну вот, и оказывается, что вот такой способ он приводит к успеху. И, пожалуйста, еще вот последнюю страницу, это, да, так что, поэтому типичный переночный поток имеет рамк один, имеет факторов, коммутирует только с собой, имеет сингулярный спектр, сингулярная мера взаимосингулярно со сверткой, вот, и заключительные замечания, значит, да, ну, тензорный квадрат типичный переночного потока, обладает однородным спектром кратности 2, вот, ну, тоже связано с проблемой Роккина в однородном спектре, вот, значит, да, теперь, ну, вот, яркий пример нетипичного, да, ну, про нетипичных свойств бывают еще нетипичные, они могут даже оказываться в каком смысле более интересными, вот, яркий пример нетипичного свойства построил Переколька, да, и вот, тензорный квадрат этого потока, если в типичном случае кратность 2, то здесь это будет кратность бесконечности, то есть это будет счет кратный веговский спектр, вот, и, да, проблема Роккина для перемешивания потокового в однородном спектре кратности больше, ну, остается открытой, ну, спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ